Богатый мужчина искал свою собаку на бойне, но то, что он там увидел, скоро лишило его всех сбережений. Ванг Хьян родился в городе Гелонг, Китай. Он был одним из тех, кому невероятный рост китайской экономики позволил подняться из низов и сколотить неплохое состояние. Наверняка многие завидовали молодому бизнесмену. Никто не мог и предположить, что все свои деньги он решит тратить на спасение чужих жизней. В 2012 году бизнесмен потерял свою любимую собаку. Она просто пропала. Мужчина обыскал всю округу. В отчаянии он даже решил съездить в одно из самых жутких мест, которое только может представить себе любитель собак. Собачья скотобойня. Богатый мужчина искал свою собаку на бойне, но то, что он там увидел, скоро лишило его всех сбережений. Эта поездка произвела на него сильнейшее впечатление. Он в ужасе смотрел на тысячи собак, которых собирались зарезать на мясо. Собачье мясо в Китае до сих пор употребляют в пищу, хотя более современные жители страны считают это недопустимым. Бизнесмен не мог просто уехать оттуда, и он решил купить скотобойню и превратить в приют. Так он разом спас две тысячи собак. Ян покупает еду, устроит вольеры, оплачивает лечение животных. Он мечтает, что каждый из его питомцев найдет любящих хозяев и новый дом. И нужно заметить, ему удалось привлечь внимание к своему приюту. На сегодняшний день в нем осталось только 215 собак, остальных забрали новые владельцы. Однако даже две сотни собак – это огромные расходы. На них бизнесмен тратит остатки своих сбережений. Но он не собирает деньги для своего приюта, так как не хочет наживаться на людской доброте. От жертвователей он принимает только еду и продолжает искать своим подопечным новый дом. Доброта – это тяжелая ноша. Но что бы мы делали без тех, кто способен нести...